Добрый день, дорогие подписчики и гости канала Белые Пушистые! Недавно мне прилетела эстафета от канала Игорь Кобцов. Это очень интересный канал. Игорь очень творческий человек и запустил такую эстафету «Артист в душе». В этой эстафете нужно либо рассказать какое-то стихотворение, либо спеть песню, либо сделать какую-то сценку, либо станцевать, ну, в общем, что-то творческое. Я решила рассказать стихотворение, которое я сочинила уже очень давно. Это стихотворение собственного сочинения. Оно шуточное. Все персонажи этого стихотворения вновь выдуманы. Поэтому, если вы увидите какие-то совпадения, то это, скорее всего, случайность. Я, к сожалению, не помню это все стихотворение наизусть, но и поэтому буду подсматривать свои бумажки. Но я постараюсь по возможности рассказывать, не подглядывая. Стихотворение называется «Помощник». Все мы ждем, когда с небес Бог наш батюшка-отец Путь нам истинный укажет и что делать нам подскажет. Плачет бабушка-старушка, вся в слезах ее подушка, У нее болит спина. Чья тут, боженька, вина? Плачет горько мать-бдова. В ее дом пришла беда. Бог, отдай назад супруга, без него ей очень туго. Плачет Маша, обокрали, Барби новую забрали. Как позволить, мог ты, Бог, куклу-бор, штуку волок? С четырех сторон же света, пусть весна, зима и лето, Бог услышно, помоги, спаси, помилуй, сохрани. В колыбели лишь младенец, все молчит, на мать надеясь. К нему Бог благоволит, улыбаясь, тот молчит. Ох, устал от криков Бог, завертелся сбоку в бок, И решил тогда Творец, в отынуши и конец. Так и сделал, и теперь ляг на мягкую постель. Так лежал среди блоков и смотрел на все сверху. Где захочет, там поможет, что не нравится, не гложет. Но однажды Бог с утра, смыв остатки с нас лица, Увидал одну девицу. Красота, хоть не царица, молча сидя у окна, Слезы льет уже три дня. И решил ей Бог помочь, прогнал тучи с утра прочь, И явился перед ней, и сказал владыка ей, «Что же плачешь ты, девица, со мной можешь поделиться?» И ответила девица, увидав его лицо. «Я прошу тебя, о боже, помоги мне, если сможешь, Молодца люблю я очень, у него такие очи!» Он в деревне той за речкой, в красном доме с большой печкой, С мамой, папой там живет, меня к себе он не зовет. Был в деревню, что за речкой, заглянул, Женит при свечках, и с девчонкой на печке Обнаженные лежат, и почем они тужат. Был вздохнул и отвернулся. Что за случай подвернулся? Жаль ему девицу ту, дай-ка я ей помогу. И потом он всю неделю молодцом за тем следил, Ну, а тот же все кутил, веселять гулял и пил. Красная девица все ж плачет, он ее не любит, значит, Если весточек не шлет, на поклон к ней не идет. И от мыслях тех сильней горюшка девицы сей. Ох и мается она, без него она одна. Бог ее несчастье видя, перед ней опять предстал, Хоть немного и устал, но девице той сказал, Что крученешься, девица, так совсем уж не годится. Ты бы лучше взяла спицы, шарф вязать бы научилась, Может, что и получилось. Тут упал клубок и спицы. С неба на пол их девица, в руки белые взяла, Вряд ли спицы набрала, навязала всем шарфы, Все красивые. Ух ты, подивился даже Бог, он бы в жизни так не смог. А девица снова плачет. Бог опять к ней показался, Коль за дело это взялся. Что ты слезы вьешь опять? На все руки ты, девица, слышишь, просто мастерица. Я шарфы всем навязала, а ему так не связала. Какой хочет, он не знаю, может, Боже, ты узнаешь. Бог слегка нахмурил бровь и сказал девице вновь, Лучше б вместо слезы вить, научилась борщ варить. И взялась опять девица, на все руки мастерица, За кастрюли и за книжку, положив ее под мышку. Научилась борщ варить и котлеточки лепить, Научилась. И потом плюшки печь она стартом. Услыхавши, как на грех, за окошком детский смех, Вновь расстроилась она, льет все слезы у окна. Бог за ней все наблюдал, и успехом был он рад. Но да что же тут опять? Снова гости к ней он глядит. Что опять стряслось девица, на все руки мастерица? Я хочу, чтоб молодец, шел со мной уж под венец, Станет он, глядишь, отец, там и горю-то конец. Ему жаль одна девица, на все руки мастерицу, Тому горе-жениху, вот понравился жить фу. И решил тогда творец, предложил такой конец. Ты, красивая девица, на все руки мастерица, Много я живу веков, не считаю уж годов. Сын есть продолжения, но ближе предложения. Мне роди девица дочь, на тебя похожу в точь. Ох уж больно ты, мила, и собою хороша. Всю ответственность отца нести буду до конца. Можешь в том не сомневаться, на меня лишь полагаться. Вдруг девица осерчала хорошенько для начала. Ускипела ее кровь, и сердито хмуря бровь, она топнула ногой. Звук раздался, да какой! Руки в боки положила, долго, как она то жила. Затем выпрямившись, стала, и ему она сказала. Ах ты, боженька, отец, я измаялась в конец, А меня ты за нас водишь. То придумал занимать, то пизать, то выпекать. Я люблю, увы, другого, А кроме его такого, мне не надо никакого. Да пока ты мастеришь, твой любимый выпивал, С кем он только не гулял, а и стратил сколь пеленок. Ведь наделал он девчонок, ровно семеро девчонок, Всех от разных матерей. Показал в ней бог картину и состроил груз на мину. Та за голову схватилась, горем, с кем она делилась? И сказала вновь ему, что тебя я не пойму. Чем меня тут занимать, лучше разум ему дать. Про него ты, бог, забыл, со мной время проводил. Как ты можешь предлагать от тебя детей рожать? Дочь и сын твоим, и божий, поступаешь ты, не божий. Бог совсем уж был не рад, ох, везде он виноват, Но признал свою ошибку, не сдержав в устах улыбку. Раз он нравится так ей, ну и бог же будет с ней. И на следующий же день, как ему было не лень, К молодцу в дым заглянул, перегаром вдохнул, Затем горестно вдохнул, таблет ногой пнул. Тот, подняв глаза, увидел, кто его же так обидел. Перед ним стоял старик. Белым был его веслик, вся седая голова и такая же борода. Пригласил его за стол. Давай выпьем с тобой, мол, делать нечего, творец. Хоть и с... Делать нечего, творец, хоть и с пьянством был борец. Выпил все же, закусил, речь такую говорил. Что же, сын мой, ты все пьешь? Руки делом не займешь? Или болит твоя нога, или, может, голова? Ты откройся, старику, может, тебе я помогу? Много видел я на веку, кое-что еще могу. Молодец ответ держал. Голос хоть его дрожал, язык тоже заплетался и за голову держался. Не болит моя нога? Ну, немного голова. Только дело-то не в том, не пойму и сам я в чем. У тебя, смотрю, жена, молода и невредна, и детей шло на сколько, и на них работать только. Цел ты вроде, невредим, так чего мы тут сидим? Ты возьми лопату в руки, и чтоб не было-то скуки, посади картошку, лук, уж избавишься от мук. Или дерево какое, сливу, персик или другое. Вот, и ты не понимаешь. Господи, ты знаешь, у меня болит вот тут, он ударил себя в круг. Сердце, что ли, заболело? Говоришь, тебе я дело, свежий воздух тебе нужен, даже если ты простужен. Ох, еще бы пить, кутить и до стольких лет прожить, я бы точно так не смог, уж давно бы за ним мог. Ой, ничего-то ты не понял, да болит, да все не так, что-то в жизни не хватает, может, черт об этом знает. Тьфу, не трогай дурачину, как он может знать причину? Ведь сидит он под водой, и оттуда не ногой. Может, душа, то они сердце, теплом хочет тушь согреться. Так-то водкой не согреешь, тело, может, обогреешь. Будто колет что-то тут, а про душу люди врут, и в колючках же душа, она должна быть хороша. Так, душу нужно, чтоб любили, и об этом говорили. Каждый день и каждый час расцветает, так добрасно. Но поддерживать тепло нужно все же все равно, а иначе-то забянет, и тогда уж горько станет. А с душой взяться за дело, и не важно, зима и лето, все бы спорилось в руках, даже если что-то так. Как согреть? Ее ж не видно, оттого мне и обидно, раз ты знаешь, подскажи, только сказки не трави. Ох, права была девица на все руки мастерица, в голове твоей бардак, в общем, слушай меня так. Признавайся на духу, как родному-то отцу, любишь ты свою жену, я что-то не пойму. Никакая тут любовь не будила мою кровь, она просто залетела, я женился, вот все дело. Может, пятую, шестую, предыдущую какую, ведь у каждой по дитя, плод любви хоть и греха. Дитя сделать-то греша, любви не надо, ни гроша, тут другое надо в наумение, ну и немножечко везения. Ой, да как ты говоришь, все-то, сын мой, ты грешишь, сколь наделал ты детей, что же делать-то теперь? Слышь, да кто ты-то такой, чтоб морали мне читать, мол, такой я вот сякой, не с кем было, что ли, спать? Так со мной не говори, лучше, молодец, молчи, бог я, батюшка-отец, да, сын есть, все святой дух отгонял от нее мук. Тут я чист, как белый снег, и живу не один век. Святым духом не богат, сам я делал все пока, раз ты там руководил, че ж все это допустил? Чем-то занят был, и кем снизошел до этих тем? Виноват, конечно, знаю, кашу эту и хлебаю, знаю, ад есть траль, конечно, но нельзя прожить безгрешно, сам так сделал, че ругать? Может, лучше помогать? Да ты прав, такое дело, так за теми и прошел. Правильно тебя я понял, ты, любимый, не нашел. Где ж искать ее, скажи, будь мне прямо укажи, лик ее мне опиши, про нее мне расскажи. Эх, не помнишь, а она помнит все с того-то дня, и красивая девица на все руки мастерица. Что нашла в тебе, не знаю, ее просьбу выполняю, ее сердцу больно мил, хоть кутил, кулял и пил. Кто такая, где живет, может, вспомню даже вот. Там, за речкой в деревне, у раскидистой черешни, дом немал и невелик, с виду он, увы, не шик. Там девица-то живет, и тебя уж долго ждет, ниже пояса коса, голубые ее глаза. Ну что, вспомнил или нет? Ты смеешься, столь и дед, даже раза на меня не взглянула за три дня. Глубоко вздохнул старик, и открыл ее он гиб, все как плакала она те три дня до окна. И пошел к ней, молодец, предлагать союз сердец. Вот в деревню он добрался, в дом ее он постучался, распахнула дверь девица. Увидала молодца, ему радостно сказала, тебя долго я ждала. Если б знал, тебе я нужен, и судьбой тебе я сужен, я б тебе тот час пришел, никогда бы не ушел. Ты прости, но я не бог, у меня столько грехов, ой, хромает мой-то слог, не хватает шо-то слов. Слава Богу, ты не он, рядом ты, это не сон, даже если он безгрешен, пусть он будет тем утешен. С женихом он мне не нужен, мне ведь ты судьбой сужен. Ну, в общем, такое вот стихотворение. И передаю я эту эстафету шести каналам. Первый канал просто Анна в жизни многодетной семьи. Анечка с детьми. Муж вот живет, у них свой дом, у них много работы, но в то же время Анечка занимается очень хорошо своим каналом. Она практически каждый день выкладывает, а то и по нескольку раз видео на канал. И я думаю, ей такое творческое задание будет интересно. Передаю ей. Второй канал. Дачная и городская жизнь Елены. Тоже очень активная, позитивная женщина Елена. Тоже часто выкладывает видео, я думаю, ей будет интересно. Третий канал. Евгений мой Владивосток. Тоже Женя очень позитивный, веселый человек. Такой приносит позитив на YouTube. И выкладывает интересные видео о природе, море. В общем, очень интересный канал. Тоже там у нее животные, кошечки. Я думаю, тоже ей будет интересно поучаствовать в эстафете. Правда, она уже во многих эстафетах участвовала. Ну, я думаю, что такое творчество ей будет интересно. Четвертый канал. Мама, папа, я. Там тоже девушка Наталья. У нее тоже дети, муж. И она занимается творчеством с детьми. Лепит, поделки разные делают. И я думаю, такое творческое задание тоже ей будет интересно. Пятый канал. Может быть, я произнесу его не совсем правильно. Написано там по-английски. Называется Найнджа Анна. Там девчонки замечательные. Это новый канал. Они делают веселые челленджи. И я думаю, такое творческое задание им будет интересно. Ну, мне будет интересно посмотреть ваши видео. Спасибо большое, девчонки, за позитив, за юмор. На ютубе это очень здорово. Шестой канал. Хорошее настроение. Там тоже замечательная женщина Валентина. Тоже очень позитивный. Очень юморной такой канал. У нее даже стримы веселые. И я думаю, ей тоже будет интересно поучаствовать в таком творческом задании. Сделать что-то новенькое такое. В общем, тоже что-то смешное. Спасибо вам большое за просмотр. Вот. Ну, и до новых встреч. До новых эстафет. Субтитры сделал DimaTorzok